Привет, мои дорогие! Я уже возвращаюсь с набережной. Сегодня у нас базарный день. Иду по улице, я чем обхожу побольше, чтобы побольше намотать шагов, находить. Иду сейчас по такой улице и смотрю, что здесь стоят машины и все продают. Смотрите, видите, и с той стороны, и с этой. Не знаю, какие цены. Но у нас, если честно, все есть дома. Только если мандаринок прикупить, я бы вот такие орешки. Хочется мне иногда по вечерам, так сладкого хочется. Но, к сожалению, нельзя. Вот видите, как продает свою испанак. Это все же есть. А в тот раз набрал, мы столько не съели. Да я стала что-то манила кушать. Вот капусту себе приготовила. Сколько дней? Мне ее хватит на два дня. Там морозилки, там супчик. Так что еда у нас перешла на последний план. Маслины продают. Но я в этом году маслины делать не буду. Возиться с ними некогда. Лучше куплю. А вон там, посмотрите. Впереди есть эти дыни. 4 лиры килограмм апельсины. Пишут, что сладкие-сладкие. А вот бывшие игрушки. Там масли они жарят. Такие вкуснячьи. Ой, сколько мушек-то. Этих пчел. В桃-лай. Замеритесь. Замеритесь. Уже сyi. В opera, здесь есть нормальный вопрос. Подъем верхняя часть компания. На некоторыхстях. Продолжение следует... Продолжение следует... 30 лир килограмм, 7.50 лимоны, грейпфрукт появился, вот скажу Ашкему, чтоб грейпфрукт купил, и 2 лиры кабак, какие вкусняши. Ну вот прошлась с вами по базару, вот такой базарчик. Продолжение следует... Покажу вам из балкона сверху своего, вдалека. Я думала, сегодня у нас не будет базара, но мой муж, вот смотрите, сколько принес. Какие? Ашкем, сколько вы хотите? 100 лир. 100 лир? 100 лир. 100 лир? 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 Он беж. 100 лир. Вот это, говорит, все 100 лир. Посмотрим, что это 100 лир? Вот это вот 20 лир он купил, маслинки взял, утром уже его кормила. Зелень, праса. Короче, мой муж как меня кормит этим, боится, что я... Вы посмотрите, как крово буду кушать эту зеленушку. Купил кабак, говорит, на 5 лир, он взял отборный. Я утром показывала, там по 2 лир. Он говорит, нет, говорит. А какие хитрые, посмотрите, это специально не оставляют, чтобы больше веса было. Ах, какие. Хурму взял. Вот это интересно, хурма или королек. Короче, надо на балкон поставить, потому что это не королек. А, королек, друзья. Пойми, как я хочу. Боже, как я хочу. Купил он, значит, вот это. Это 8 лир, сказал. Ну, что там? Не знаю даже, сколько стоит. Вот брокколи 5 лир. Картошка 5 лир. Остальное вот это лимоны 2, 2,50, наверное, или 3 апельсины. Короче, друзья мои, вот 100 лир он заплатил. Такой сегодня базар. Непредвиденный, но хорошо потратил. Но зато смотрите, сколько. А сейчас посмотрим, друзья мои, сверху птичьего, с высоты птичьего полета. О чем с вами поболтать? Почитала ваши комментарии на новое видео. Все пишут адекватно, там высказывают свое мнение. Все, спасибо большое. Есть, конечно, и грубиянки тоже, но Бог им судья. Также остается очень много советчиков. Мне приятно, что вы пишете свое мнение. Спасибо вам тоже. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге я рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина. Свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисованием нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. В сторис моя каждодневная жизнь красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам стопроцентная польза, позитив и хорошее настроение. А также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, Ваша Светлана. Всем привет, мои дорогие. Погода резко изменилась в Мерсине. Сегодня ожидать штурмовое предупреждение. Будет сильный ветер до 60 км в час. Ночью была тоже плохая погода. Дождь был. Ветер сильный, гроза, молния. С трудом и ушнуло. Хорошо, что я цветочки свои попрятала вовремя. Балкона. Море, посмотрите, как прибавилось. Я вот такое не видела волны. Конечно, в Балконе похлеще волны в Черном море. Ну вот, это тоже считается большие волны. А там вот кто-то ходит на берег. Хочется купаться, наверное. Ну а я, несмотря ни на такую погоду, иду по набережной на свои 10 тысяч шагов. Ни один день пропуска. Ни один день нарушения правильного питания. Ни один день я не упала ни духом, не упала в депрессию, потому что я знаю, что так нужно для моего тела, для моего здоровья. Действительно, я стала чувствовать себя намного лучше. Все какие-то валячки прошли. И с каждым днем лучше и лучше. Все, я пошла, друзья мои, пока не испортилась погода. А вот и я, Светлана Ата, мои дорогие. Видите, я и не так уж сильно одета. Капюшончик, ну, с собой взяла шапку, вдруг понадобится. Вдруг заверзла. Пошла я. Дождь пошел. Дождь пошел, друзья. Погода сегодня действительно очень меняется. И я уверена, что даже будет такой-то ураган. На набережной почти никого нет. Наверное, 3-4 человека. Все равно есть люди, которые на велосипедах катались. 3-4. Наверное, было 5, может, таких ходили. Занимаюсь, которые здоровьем и спортом. Все, друзья, побежала я в сторону дома возвращаться. Друзья мои, кроме меня и ворон. Никого нет на набережной, где народы. Вон они. Привет вам, старшливого мерсида. Никого нет, только море. Я, дождь и мои 10 тысяч шагов сделаны сегодня. Я молодец, я умница. Знаете что, вы подумайте, что я одурела. Не одурела. Вот 21 день, не зря говорят, нужно выдержать любое испытание, и потом оно войдет в твою привычку. Это действительно так, сегодня 24 день. Я посмотрела в окно, но, дожди, все, я не могла не войти. Дай бог, чтобы я после марафона продолжила свое такое целеустремленное намерение и продолжала всю свою жизнь по возможности. Конечно, когда вот так как будто я не уйду, уже в хорошую погоду. Простите, сейчас у меня марафон не нужно, а потом я смогу расслабиться. В общем, друзья, он один куриц, мужичок, тоже появился, и он на этот сиклик. В общем, я чувствую себя обалденно, потому что отдыхнула такой чистый воздух, и мне не помню, я потому что летела, как пуля, плечу. Сейчас приготовлю себе завтрак, хотя пока кушать не хочется. Приготовлю завтрак, давно я не кушала мутовые оладьи. И вообще я придумала это питание. Очень мне понравилось. Тем более, да, хочется очень сладкое. Вчера эндер, я все сладкое-сладкое, хочу сладкое-сладкое, именно по вечерам. И я, значит, сейчас я вытру камеру от дождя. Да, и я вчера прошу, и не вчера, и каждый день прошу, говорю, Ашка, ну я хочу сладкое, я хочу сладкое. А он мне говорит, окей, сладкое, так сладкое. Приносит вчера сладкое. Вот эти кургляшки турецкие, что с сахарным сиропом, и такие восьмерки. Я сказала, это что такое? Я говорю, я хочу сладкое, но нет, ты же хотела бы, вот так он мне жалит. Я сказала, нет, я не это, не покушаю. И я это не поела. А что я сделала? Я съела яблок, зеленое, безопасное. Ну вот, друзья мои, сегодня, вчера я не готовила ничего, у меня не было физически времени. И поэтому, мои дорогие, что я хотела вам сказать? У меня столько появляется идей после боли. Ой, столько уверенности, с каждым днём, хоть меня и обсуждать будут обвинять в том, что я играю на камеру, что я дура там за своим мужем. Есть и такие, конечно, но Бог вам судья. Чего-то карта, карта велосипедная кто-то потерял. Но, знаете что, ну, если вы так хотите думать обо мне, я вас же вас не переубежу. Ну, думайте. Ради Бога, я всем желаю вам счастья, потому что счастливый человек, когда он никогда не будет никого осуждать. Я, например, мне какое дело до кого-то? Это, во-первых, грех кого-то осуждать, обвинять. Если Бог, Вселенная во всём со всеми разберётся. И тот, кто счастлив по-настоящему, никогда не будет обсирать других. Это я точно знаю. Сто процентов. Вот такие вот дела, мои дорогие. Вот с вами поговорила. И какая наигранность, какое нет у нас единства семьи. Скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, какое у нас есть единство? Ну, куда бы я сейчас потащила бы мужа? Откуда вы знаете, что и как? Ну, я с каждым не убеждаюсь, чем меньше нужно показывать и рассказывать о семье, тем становится лучше. Да, это действительно всё действует. И не зря многие умные блогеры говорят об этом и никогда не показывают свою семью, даже детей уже. Потому что действительно среди нас есть очень много людей, которые не понимают нас, не понимают, в чём наше счастье. В чём наше счастье? Ну, каждый человек представляет счастье в своём понятии. Я не могу навязать вам то, что, например, радоваться, если мой муж принёс мне шоколадку или мороженое, да, я счастлива, мне не нужно взглянуть золото и всё. То отношения, когда он меня поцелует, обнимет. У нас целый день вот с ним такие эти отношения. Я это не буду же снимать на камеру. Вы чё? Некоторые там, некоторым говорю. Как хотите, так и думайте. Это ваше личное мнение, но я не знаю, что я вам сделала такого плохого. Если я вас раздражаю, вы сами тогда снимайте свою жизнь, покажите, как у вас всё там, по ту сторону экрана. Я посмотрю, насколько вас хватит. Ведь блогерство, это очень сложное дело. Его долго, его нужно, я уже три года, наверное, да? Да, я уже осилила всё. Конечно, мне нужно усовершенствоваться, нужно много чего делать. У меня столько планов усовершенствоваться во всём. Совершенствоваться нужно мне во многом. Учить русский язык, свою грамотную речь, как некоторые мне посоветовали. Моя вы дорогая, спасибо. Буду всё учиться, последую вашему совету. Я сама знаю и сама иду к этому. У меня жизнь только начинается. Сейчас после марафона у меня минус 20 лет. Светлана ещё будет до 100 лет на Ютубе. Так что вы увидите во мне перемены. Я вам это обещаю. Всё, не буду разговаривать. Не надо бежать. Куда я пошла нашагивать свои шаги, так как мне хватало 3000. Не дошла до конца Марины. И вот Джами вышла на проспект. На наш Д-400 его по-другому называют. Маслиновые деревья. А это что? Апельсин? А, как вы думаете? Ну, посмотрю сейчас, апельсин это или нет. Послушайте, какой у нас гром. Беж сильно пошёл. Я мокрая, как курица. Но я бы не боюсь, я почти возле дома. Да, сегодня надо и другой балкон тоже убирать. Я зря постелила ковры с утра. Вот такой базар у нас по субботу и воскресеньям здесь проходит. Вот. езжать домой и разбирать цветы и дорожки. Хотя они все и так надо их стирать. У нас со вчерашнего дня отключили воду, что-то испортился, мотор перегорел, посудой завалено, всё грязно, без воды, сами понимаете, с шести вечера. Не успели набрать ничего, но хорошо, что от цветов есть вода. И я жарю себе оладьи из нутовой муки. Посмотрите, какие они пышные и хорошие. Какая красота получилась у меня. Индюшка с фасолью и салатик. Приятного мне аппетита. Чтобы сказать, что очень сильно хочу кушать, не могу сказать, но надо покушать. потому что пахнет очень вкусно. Я сюда кинза сухой добавила. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.